Надеюсь, заметили это красивое сердечко в розе. Сердечная роза у нас очень такая. А дети заказывают, что хотят из Солванга. Сегодня едем, уже решили, едем в фермерский маркет, закупить фрукты, овощи, может быть, ягоды, может быть, что еще там есть, главное, помидоры. Да, сегодня едем, сейчас муж, наконец-то, я смогла его как-то убедить, что лучше, если ты сбреешься, бороду сбреешь. Так тебе будет легко, так тебе будет не очень жарко, будешь себя чувствовать свободным. От слова «свобода» он прямо так разбушевался и пошел бриться. А что я делаю? Прибралась, убралась, все, что нужно было, сделала. Дети захотели вафли, сделаю им сладенькие вафлечки от мамочки. И поедем, наверное. Сейчас все ингредиенты достану, быстро приготовим. О, еще хочу, чтобы муж, посмотрю, как он себя после бритья чувствует, если уж очень свободный, попрошу, чтобы установил там у меня люстра. Люстра. Нет, это не люстра называется, то, что вешают, скажем, в ванной комнате и прикрепляют, а не вешают. Как это называется? Да, пожалуйста, помогите, а я пойду доставать все ингредиенты для вафли на Мадзуне. Вот так вот. К нам пожаловали помощники. Алька, you want to do the eggs? Я? Да, я не буду. He's going to the eggs, да. Окей, Алька будет их разламывать, а Бек будет их взбивать. А еще у нас масло оливковое, можно и топленое масло. Понятно? Two eggs. Только что почистила. Позь, Анна, ротик там. Да, и Мадзун, беру, скажем, стакан Мадзуна, всегда на глаз добавляю, потом разбавляю водой. Очень нежные, вкусные вафли получаются. И панкейки тоже так делаю. Для бацара. Зафет нахрит? Да. Туда, сюда. Сейчас наш мальчик-взбивальщик будет взбивать яйца. И пока он взбивает, где-то столовая ложка оливкового масла. Они любят, когда они размешивают, и я что-то сбоку добавляю. Какой-то холодный! Почти это холоднее. Угу, угу. На, халли, тарас. Мадзун добавлю, потом воду добавлю, поскольку все ингредиенты холодные, ну, из холодильника, мадзун и яйца. Теплую воду туда добавлю, так легко все там перемешивается и не впитывается ингредиенты. Уп, спаси. Все. Трагедия. Спаси. Он как свой папа. Если вдруг руки или капли на рубашке или на руке, это очень плохая ситуация называется. Угу. Это потом можно было бы... Обычная. Теплая. Мама. Теплая. Хаджан. Я вот на футстане. Да, финиш. На стакан мацун, наверное, стакан с половиной воды добавлю. Еще ложки здесь. Вода. И хорошая столовая ложка разрыхлителя. А муку всегда беру или свежемолотую, мягкую пшеницу. Или поскольку пшеница закончилась мягко, только Анькорн. Единорос. Ах, пшеница-единорос. Так назовем. Харнетит. Чуточку соли. А в качестве подсластителя. Нам еще сироп нужно купить. Добавляю. Если найду, добавлю. Это, говорят, хороший заменитель сахара. Неплохой, как по качеству, по полезности. И когда вам не сладкие бывают, они не очень тянутся к сиропу. Довольно хотите просто так кушать, так печенье. Соблашаются. О, ванилин. Есть. Мальчик спрашивает, можете сделать свой домашний ванилин. Он уже знает, да? Вы тоже знаете. А если не знаете, поищите один ваниль или ванилин. И приготовьте. Не стесняйтесь. Опресс. Эрика? Муку я добавлю. Бейкинг паудер. Бейкинг паудер. Разрыхлитель я добавлю. Я сама сделаю. Они сами съедят. Катурма майплос. Теперь можно я поиграю. Я вот сюда добавляю. Походу, сколько нужно, уже не добавляю. Сколько не надо, не добавляю. Девочки, кажется, опять мой глазомер. К счастью, сработал. Думаю, хватит. Всегда смотрю на консистенцию. Разрыхлитель в самом конце добавляю. Особенно, если делаете панкейки. Разрыхлитель добавляете в самом конце. Чуточку размешиваете и оставляете. Тесто поднимаете. И так нежно берете тесто, чтобы панкейки не оседали. Чтобы такие пышненькие были, да? Поэтому не надо слишком сильно размешивать. Сейчас добавлю где-то столовую ложку. Ну, скажем, это чайная ложка. Очень маленькая ложка для соли. Представим, это была чайная ложка. У нас очень хорошая фантазировская умение. Можно было приставить. Ну, да. И все, видите? Две минутки замешала и хватит. Бек иногда хочет панкейки. Сходу меняет вафли. Хочет. Нужно сделать такое тесто, чтобы подходило и для панкейков, и для вафлей. Сюда еще, если терпый банан добавить, очень вкусные панкейки. И вафли получаются с банановым вкусом. Разогреваю, делаю вафли и арамчан, и собираю вещи. Вафли готовы. Мальчики тоже. Кстати, они почему-то сидят на одном стульчике. Папа пошел за ягодами, а мне не терпят. Окей, мне оба руки сейчас нужны. Извиняюсь, я к вам еще вернусь. А много? Его невозможно научить правильно держать эти приборы. Он все равно переворачивает в ту сторону и в ту позицию, гласил, какой ему нужно. Заклеил. Вылились. Этот мальчик сидит, ждет папу. Другой мальчик наелся, а у нас здесь девушка молодая, которая кушает сиреневый жасмин райс, плов. У нас еще сиреневый плов. И хочу показать на вкус этот рис. Как будто полба хачаж. И какая-то другая крупа, не могу имя вспомнить, но эти два вкуса собрались в один жасмин рис. Хачан. Я езжу вас. Ага, вкусит. Смотрите, какая у них привычка. Из своей тарелки. Хачан, гоня, 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 гоня. Они оба такие. В их тарелке должна быть только одна что-то или одно что-то. Это он таким образом. И сейчас потом говорит о вас. Да. Вот такие у меня дети. Они любят, чтобы в тарелке была конкретная вещь. Окей, киртова. Чан. Я чеслю ту. Здравствуйте, уважаемые. Я люблю тебя. Почему ты в черном сегодня? Какой у тебя день сегодня? Очень крутой день у него сегодня. Все взяла, Аля? Самое главное взял. Больше не надо ничего смотреть. О, вот и чуть не сгорел. А ты тоже будешь кушать в Африке? Ну, у нас бессахарная неделя. Сегодня заканчивается или завтра? Сегодня последний день. Хочешь сахару покушать? Ну, многим съешь этих банан. Сладкие могут быть. Яга-бемага. Да, эти полуфетки иногда нехорошие. Как бы белого цвета. Но не спелые, я и невкусные бывают. Голубика. Еще голубика. Дочке заказал, чтобы испекла маффины с голубикой. Я думала еще одну неделю задержать. А не хотите? Нет, нет. Нет, и мы идем перестать и мучить нас и оператора. Да, не самый отличный сироп. Но дети, натурально покупаешь органик настоящий кленовый сироп. Говорят, что это такое? Не хотим. Это сейчас быстро помоют. Тебя покормим. Можешь ягоды и мед. Хочешь? Будешь, хочешь. Все готово. Сейчас дети тоже подойдут. Арнольд еще спит. Но он у нас очень поздно спит. Иногда вечерняя работа бывает. Долго работает, потом поздно спит. По своим делам занимается потом. С друзьями общается, наверное. Не знаем, что сегодняшняя молодежь, которая работает на компьютере, учится на компьютере, общается на компьютере. Что-то не то творят с этим поколением. Да, но самое главное, пусть будут здоровы. И посмотрим, что из этой жизни нам ожидает. Вафли ожидают тебя. А он уже его кушает. Есть люди, которые не ждут то, что им ожидает. Они уже берут. Вот наш оператор. Арам, давай ты съешь. Что хотела сказать? Я пока не могу кушать. У меня еще 35 минут. Представляете? Вчера ночью пельмени кушали. И не только кушали, а очень так, как будто жизненно. Я рано начал кушать. Ты рано начал, да. Ты делаешь то, что хочешь. Сегодня ты весь в черном. Уже очень ты крутой взор у нас сегодня. Что хочет делать, что хочет кушать, когда хочет. Да, ты рано начал, но я подожду, Арам. Подожду еще 30 с чем-то минут. Туда-сюда себя понаброшу. Там у меня дела тоже есть. Закончу. Может, подождешь 30 минут? Да. Какие вкусные пельмени были. Были вчера. Но съела и не могла уснуть опять ночью. Но я ем пельмени кацу. Острые, а с каеном. Так наелась с каеном. Всю ночь воду пила опять. Не поспала хорошо. Так что мой уставший, такой замученный вид от неспячки. Давай тогда я закончу свои вещи собираю. Быстро соберусь. Встретимся. Быстро. Я больше... Я много не буду слушать. Обещаю. Как я себе обещаю. Пойдем, наверное, в Санта-Барбару. Там поужинаю. И потом пойдем уже в наше место. Уснем, проснемся. Сделаем шоппинг и вернемся. Так планируем во всяком случае. Так. А вам, если это долгое время вам не займет, давай это поставим потом. Ах, как ты думаешь? Это то, что рассказывала Юстра. По названию Юстра не знают, как называется. Как называется. Палки. Лайт фикшер говорят. Или... Венитилайт говорят. Что-то в этом роде. Ооо. Там что-то опасное есть. Бэк. Этим может такой мусор натворить. Не знаю, как это называется, но от этого звука у многих мурашки появляются. Подождите. Хрустальная должна быть. О, Юстра, Элит. Сказание хрустальная должна быть с люстрой. Спасибо. Запах такой. Интересный запах, знакомый. Запах хрусталя. Упаковались сильно. Подождите. Ара, может это уберем, когда поставишь, чтобы руками не трогала очень сильно. Как вы думаете? Пока вы думаете, я, наверное, уже... О, нет, не хочу. Это, Ара. Как будто... Хайли. Зеркальное что-то. Давайте не будем открывать. Пусть поставят потом. Ну, чтобы руками не дотракиваться потом, нужно будет очень хорошо, как бы, протертывать. Как висит? Так или так? Ага. Так, потому что лайт вот здесь. Свет увидите? Не знаю, какой. Окей, давай, повесишь? Это наша старая люстра, которая совсем заржавела. Посмотрите, какой стыль. А там человек с сюрпризом. Хороший сюрприз. Та-дам. Говорит, поди сюрприз принеси. Сначала не вспомнила, про что это он. И потом подумала, какой же еще сюрприз у нас есть. У нас помощник еще. Пеппит-то пришел. Попробуем. Пусть работают, не будем мешать. Теломастер боится. Хочешь, я удалю это? Руководки по сторонам сильнее дотракиваться, пожалуйста. Не касайтесь, не касайтесь. Молодец. Ага, молодец. То, что и требовалось доказать. Молодец. Ты наш люстролог. Позвали Лили что-то посмотрела. Дэнк говорит. Это у неё магический крутик. Диско лайф. Это что с Карабина? Хочу и Арам. Здесь раньше другой комплект. Был следы остались, зеркало большое было. Хочу это тоже изменить. Тоже износился. Видишь, Арам здесь. Ну это потом. Пожалуйста, пощадите. Может покушать? Дети говорят, мы покушаем. Пока мы там трудились, дети. Давай что-нибудь быстро. И кофе не будем пить. Кофе по дороге возьмём. А то мы всём потолбим. Кофе выпьем. Пока доедем. Да? Наш самый добрый, терпеливый говорит, как же без кофе домашнего. Его изготовление. Как можно в дорогу выйти. А я как всегда схромная, наивная согласилась. Одну чашку, да, старый шаром? Ха. Нет? Одну большую. Сказал он и продолжил. О, с лёгким трашем тебе. Так говорят на русском, когда, скажем, мужчина бреется. На армянском говорят ануш. Трашат. Трашат ануш. Вот не знаю. С лёгким паром, наверное, потому что он ещё искупался. Но всё вместе сделал, то есть. Всё вместе сделал. Теперь идите и думайте, что значит всё вместе. А он не побрил голову? Ничего. А, конечно, с чего вся някода кава кацбагас? Я? Каждый раз напоминаю, что комнату нужно держать так, как я оставляю. Он говорит, да, помню. Помнит, но как-то нехорошо соображает. Чуточку тепловато сейчас. Но утром было так приятно. А аромата, наверное, не задержит этот стакан. Игинезиан, идите принесите блюдечко. Не хотите. Будем передавать. Как хорошо сделала, что кофе поставил. Ты молодец. Как хорошо, что за тебя замуж пришла. А на самом деле ещё не выходила. Задумываюсь пока. Ничего официального не было. Наверное, уже когда время настанет. Время будет у нас об этом думать. Мы встретились и стали как бы семьёй. И стали как бы двигаться в светлое будущее. И пока что двигаемся. Ещё не успела про комментарии пройтись. Вы сегодня смотрите непривлекательный натюрморт и мои крутые движения. Советую эти птенчика чем кормить. Ночью проснулась, не могла уснуть. Я его две ночи просыпалась, кормила. Потом дочка сказала, мам, они ночью спят, не надо ночью кормить. Сегодня ночью проснулась и не смогла уснуть. Опять вспомнила. Вчера муж меня чуточку рыгал. Почему ты такая вообще? Не могла забыть. Маленький был, наверное, уже больной был. Но мы старались. Так, птенчика оставляем. Такие хорошие советы даёте. Всегда вспоминаю что-то, скажем, понадобится про что-то. И помню. О, в комментариях писали. Даже советую. Даже с друзьями, когда разговариваю. Говорю. Кстати, у меня в комментариях писали, что это нужно так делать. Как будто у меня мир комментарий. Совершенно другой мир. У них нет этого мира комментарий. Очень специальный мир. Комментарный мир. Засыпать солью. Сколько не жалко. Ваш корень засохнет. Арам. Говорят. Замучились. Эту корень. Вчера снимал, как попитал. Почти три километра дыру закопал. Там ещё этот корень. Муж сказал, давайте просто уравнивайте, чтобы просто было ровно. Говорят, а что если опять вырастет откуда-то? Ну, действительно, бывает такое. Там у нас что? Здесь из ниоткуда выращивается сам по себе инжировое дерево. У нас есть. Там не было дерева? Есть дерево. Так что, наверное, они это имеют в виду. Из ниоткуда дерево вырастет. И мучаются уже. Сегодня будет четвёртые сутки. Они мучаются над одним корнем. Уже прямо хочется сказать, что пусть останется. Всё, что можно, то делайте. Скучают опять по Коскоу. Я опять не понимаю. Вот такие дела. Быстро я по дороге буду комментарии читать. По дороге посмотрю, наверное, в ресторан поищем. Новый, интересный. Сначала погурманимся. Потом уже доедем и отдохнем немножко. Мне сегодня нужен отдых. Два дня не снимали влоги. Вчера снимали, конечно. Но за эти два дня столько домашних дел сделала. Очень приятно было. Но так устаёшь лучше. Всегда говорю мужу. Иногда говорю, когда уже не снимаем домашними делами. Лучше бы влог сняли. Хотя бы посидела, кофе попила. По-человечески. А так просто один кофе утром пьём. И за работу. Вот такие дела. Рамчан быстро допиваем и убегаем. Ох, какой хороший кофе поставил. Ох, какой красивый кофе поставил. Ох, какой красивый кофе поставил. Ох, какой красивый кофе поставил. Эк diesem. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА universe. Эксперимы.